Привет! Сегодня расскажу и покажу вам наушники Meizu HD50. Как и Xiaomi, Meizu долго не могли оставаться в стороне от рынка наушников и, собственно, сделали свой первый ход. Ход у них получился удачный, они решили сразу выпустить накладные наушники. Цена их 60 долларов и, в общем-то, у Meizu получилось очень хорошо. Коробка из серого картона со стильной полиграфией, аккуратная. Сзади график АЧХ, характеристики, правда, на китайском. Кстати, график АЧХ в целом похож на то, что слышно. Он может быть и приукрашен, но совсем немного. В коробке находится вот такой вот твердый чехол на змейке для переноски наушников. В нем аккуратно сложены сами наушники, кабель для них, адаптер для самолета и адаптер для 6,3 миллиметров штекера. Наушники собраны просто великолепно. Они стоят меньше 60 долларов, но качество их сборки могут позавидовать многие более дорогие модели известных брендов. То есть, тут нет никакого пластика, один алюминий, очень сдержанный дизайн, что даже необычно для китайского бренда. Все очень четко сделано, все с щелчками, то есть, вся механика сделана очень здорово. Как видите, чашки складываются внутрь для переноски или поворачиваются 90 градусов, чтобы носить их на шее, что абсолютно необходимо для портативных наушников. Регулировка размера с четкими щелчками, есть насечки, очень аккуратная. То есть, их хватает даже на большую достаточно голову. Амбушюры и оголовья сделаны из качественного кожзаменителя, наполнены пеной с эффектом памяти, то есть, очень мягкие, очень комфортные. Носить я их могу очень долго, дольше, чем большинство других наушников. То есть, по качеству сборки вообще не малейших к ним претензий. Кабель сменный, нормальной толщины, не сильно твердеет на морозе, не микрофонит. Есть гарнитурка с микрофоном и трехкнопочная вот такая вот с управлением. Естественно, все три кнопки работают со смартфонами Meizu в первую очередь и другими Android-телефонами. На iOS работает только центральная кнопка. Кабель используется стандартный 6,3 миллиметровый штекер и подключается к правой чашке. То есть, в принципе, замену найти можно. Главное, чтобы вот этот джек был маленький и подходил сюда в это отверстие. Вставляется, фиксируется и можно спокойно носить. То есть, предусмотрели много мелких деталей, вот маркировка каналов и так далее. То есть, очень-очень качественная модель. Ну и, конечно, самое интересное это звук. HD50 это не аудиофильские наушники, но, в общем-то, на удивление и звук получился весьма неплохим, особенно с поправкой на цену. В общем-то, Meizu не отказали себе в удовольствии, как и остальные производители, сделать наушники притемненные, с акцентом на низкие частоты, но не настолько, как у Xiaomi. Тут все более сбалансировано. Наушники эти, кстати, чуть лучше себя ведут по мере прогрева. Естественно, тут никто не говорит о десятках или сотни часов изотека или других специальных дисков. Просто первые пару часов с вашей любимой музыкой и они действительно немного улучшают звучание. Бас становится чуть более собранный и хорошо контролируемый. В общем-то, бас увеличен акцент на него. При этом он, конечно, чуть-чуть глуковат, чуть-чуть подразмазан, но, в общем-то, с учетом цены, как бы тут особо не попридираешься. У него есть даже неплохая кое-какая текстурность, он не сильно глушит средние частоты. В общем-то, достаточно приличные притемненные наушники. Средние частоты детальные, нормальные, не запредельные, но, в общем, опять же, для цены хороши. Верхние частоты немножко отведены на второй план, но аккуратно сбалансированы. Они не резкие, не давят на слух. В общем, для тех, кто не любит верхние частоты, наушники хорошие. Но при этом их и немало настолько, чтобы сделать совсем уж зажатый темный звук. В общем, сбалансированная подача, хорошее звучание для большинства популярных жанров. Даже металл на них вполне можно слушать. В общем-то, конечно, не для классики там или какого-то сложного джаза. Но, в целом, для большинства меломанов очень-очень хорошая модель. Стоит недорого, продаются с доставкой в Россию без проблем. Во всех китайских магазинах собраны отлично, качество очень хорошее. С телефонами работают тоже нормально. В общем, очень неплохая модель. Спасибо за внимание. Продолжение следует...